Добрый день! Я рада приветствовать вас на канале Вязание и Я. Это мое первое видео и я предлагаю вам познакомиться. Меня зовут Юлия. Я хочу вам немного рассказать о себе, о моей жизни. Мне 36 лет, я замужем, у меня двое детей, я работаю. По профессии я юрист, я представляю интересы крупной компании в мебельной отрасли. У меня есть два увлечения в моей жизни, это вязание и чтение книг. Вяжу я и спицами, и крючком. Спицами я начала вязать с раннего детства, мне было примерно лет 7-8. Научила меня вязать моя бабушка. Первое мое изделие, которое было связано, это были пинетки, далее были носки, потому что бабушка больше спицами ничего не умела вязать. Мама моя не вязала вообще, учиться мне было некому. Спасибо, что в школе были уроки трудов позже, где я научилась вязать варежки, шапочки, какие-то узоры элементарные. Ну а все секреты изготовления изделий мне открыла бабулька, которая жила по соседству, которая всю жизнь занималась шитьем, вязанием. Моя мама договорилась с ней, когда поняла, что я увлеклась этим занятием, и попросила ее научить меня. Вы знаете, время останавливалось за этим занятием. Я приходила со школы, быстро делала уроки, бежала к ней, и потом сидели мы до полночи, каждый день. Звонила моя мама этой бабульке, ругалась, что Юле пора домой, ей завтра вставать в школу, а Юля говорила, да, сейчас. Ну и очень долгое время находилась у этой бабульки. Что касается вязания крючком, то это был мой сознательный, осознанный выбор научиться вязать. Я была в достаточно зрелом возрасте, мне было 23 года, я родила старшего сына, и мы ходили гулять с ним, и я встретила еще одну свою знакомую, которая также увлекалась вязанием, и она была в шикарном летнем вязанном костюме крючком. У меня до такой степени появилось желание научиться это делать, что я незамедлительно отправилась в магазин, в книжный. В то время еще не было возможности интернета, не было прекрасного ютюба, где можно сейчас научиться абсолютно всему. Но я купила книгу, я вам сейчас ее покажу. Это книга «Волшебный клубок», вот такая маленькая. Она стоила 190 рублей, это все, что было у меня как раз из карманных денег с собой, поэтому я купила ее. И по этой книге я училась вязать. И вы знаете, научилась и достаточно хорошо. Если в моем видео сейчас достаточно слабый звук, я приношу вам свои извинения. Я объехала сегодня все магазины в своем маленьком провинциальном городке, и у меня не было возможности купить микрофон, потому что его необходимо заказывать, ждать почти месяц. И я обязательно, обязательно приобрету эту необходимую вещь для съемки видео. Так что простите, дорогие мои. Что касается создания этого канала. На создание этого канала меня вдохновили видео двух блогеров. Это блогер Маргарита Герасимова и ее канал «Вязание. Стиль жизни». Это прекрасная женщина, прекрасный открытый человек, замечательный мастер своего дела. У нее прекрасная семья. Видео, которые она выставляет, просто потрясающе. Смотришь их и отдыхаешь. Блогер Светлана Коломеец. Но это вообще легенда, легенда, потому что она своим, даже не могу слово сразу подобрать, своей энергией зажигает настолько, она толкает просто на подвиги. Я никогда не думала, в принципе, об открытии своего канала. Но мне захотелось попробовать, глядя на этих двух прекрасных блогеров. От Маргариты Герасимова я узнала о блогах, влогах в том числе еще многих мастеров. И очень нравится творчество Алены Абель, Анны и ее канал «Вязанный стиль от Анны». Честно признаюсь вам, ввиду вечного дефицита моего времени и полной занятости, я постоянно смотрю видео этих блогеров, не пропускаю ни одного и с нетерпением жду следующих. Спасибо вам, дорогие рукодельницы, мастера, блогеры, за то, что есть у вас ваши каналы. Просто прекрасно смотреть их. Ну а сейчас я расскажу вам о вещах, которые только что прошли ВТО, сошли со спиц. Немного расскажу. В дальнейшем я, если необходимо, сделаю экспресс-мастер-классы. Но мастер-класс, экспресс-мастер-класс и мастер-класс на вязание макушки по данной шапке, это шапка, вязанная на моего младшего сына, я обязательно выложу. Ждите, они будут. Эта шапочка, я сейчас покажу поближе. Она с отворотом. Она связана из пряжи Ализе Лана Голд. К сожалению, у меня не осталось этикетки, но я думаю, все знают эту пряжу. Пряжа прекрасная, мне она очень нравится, я люблю ей работать. У меня пряжа оставалась в остатках от изделия, которое я вязала на заказ. Этикетки все повыбрасывала, конечно же. Но я скажу, что если кому-то интересно об этой пряже узнать, это полушерсть, 240 метров на 100 грамм. Я вязала эту шапочку спицами номер 4. Резинка была связана на спицах номер 3. Переход от ворота связан на спицах номер 3. Все остальное было связано спицами номер 4. Сейчас я вам расскажу вот об этом джемпере. Этот джемпер связан на меня в перерывах от заказов. Я надеюсь, видео передает съемку. Вот период у нас такой. Спинка у нас вот такая. Надеюсь, вам очень хорошо видно. Значит, данное изделие связано из пряжи Мокко от Сиам. Пряжа, я не могу сказать, что у меня произошла любовь к этой пряже. Ведет она себя неплохо. В принципе, петля ложится ровно. Изделие получается плотное. Но я и хотела достичь этого эффекта. Я вязала, кстати, этот свитер спицами номер 4. Но можно было бы смело вязать и 5. Но у меня была цель достичь именно, чтобы изделие было плотное и теплое. Кабинет у меня слабо отапливаемый на работе. Зимой очень холодно. Поэтому я хотела именно плотную вещь получить. Что касается этой пряжи, номер цвета 12. Почему не произошла любовь? Да потому что итальянская пряжа... Вы знаете, я первый раз с таким столкнулась, что в партии... Это, кстати, цвет номер 12. В одной партии была пряжа разных оттенков. Я вам сейчас покажу это. Я надеюсь, будет видно. Вот он, переход. Вот он, переход. Я связала перед, я связала спинку, я связала рукав. И я привыкла вязать так, что каждое изделие, каждое полотно, спинка, перед, рукав, я их стираю отдельно до сборки. И вот, когда я постирала рукав, я была удивлена, что на переходе от одного матка к другому, вот эта часть у меня была на тон темнее. Ну, что думаю делать? Я распустила, я распустила половину переда, половину спинки и полностью распустила рукав. Переспала, как говорится, с этой мыслью. Взяла в руки спицы, пересортировала пряжу по цветам, по маткам и решила сделать более темный цвет наверху и по переду, и по спинке, и по рукавам. Все остальное полотно у меня связано более светлым оттенком. Ну, изначально я сомневалась, буду ли я носить такую вещь. Но, знаете, это даже добавляет какую-то изюминку. Поэтому буду считать, что это дизайнерское решение. Что касается еще этой пряжи, она в матках, в матках этого перехода тона видно не было совершенно. Совершенно. Метраж, значит, я вам не рассказала о метраже. Метраж здесь 50 грамм 85 метров. Нить достаточно плотная, толстенькая такая. 52% шерсти, 48% акрила. Ну, вот вы знаете, это, в принципе, неплохая пряжа на кардиганы. Неплохая пряжа. Достаточно мягкая. Достаточно мягкая. Колкости нет совсем. Его я стирала в стиральной машине. Ничего не произошло. Изделие не деформировалось, не потянулось. То есть, изделие получилось такое, как было задумано. Если вам необходимо будет на него экспресс мастер-класс, я с удовольствием вам подготовлю его. В дальнейшем я планирую связать сейчас еще один джемпер для себя. И хочу совместить крючок и спицы. Я обязательно вам покажу и расскажу, что я делаю. И с какой пряжей я работаю. Но пусть это пока останется небольшой интригой. На этом я буду заканчивать свое видео. Спасибо вам, что вы ко мне заглянули на страничку. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Я буду очень рада всем гостям. Спасибо! Спасибо!